Алексей Навальный станет президентом. Какая судьба ждет крупные предприятия, такие как «Газпром», «Роснефть», «Банки», «Коммунальские»? Это хороший вопрос. Я мне попробую ответить в более общем ключе. У нас сейчас в России 85% экономики – это государственная экономика. 15% – это частная. У нас расходы федерального бюджета – 16 триллионов рублей, доходы – 13 триллионов рублей, а программу госзакупок одной «Роснефти» – 4,5 триллиона рублей. То есть треть дохода федерального бюджета тратит «Роснефть», конечно, знает на что, но в итоге мы знаем, что одна и та же труба нефтяная, пока она идет по территории России, стоит за погонный километр в три раза дороже, чем та же самая труба, того же самого диаметра, начинает стоить на территории Польши и Германии. И это дает представление о эффективности госкомпании. Но мало того, что они воруют огромные деньги. А, общий объем госзакупок у нас 7 триллионов рублей, а объем закупок госкомпаний по 223 ФЗ 26 с хвостиком триллионов рублей. То есть два федеральных бюджета российских, и если они воруют хотя бы половину, а я, честно говоря, думаю, что это оценка снизу и воруют они больше, то оттуда уходит один целый бюджет Российской Федерации, просто на неэффективных закупках госкомпаний. Это, кстати, ответ на вопрос о том, где взять деньги, и ответ на вопрос, почему вы ставите борьбу с коррупцией впереди всего. Но я отвлекся. И вот нам предлагают такую дискуссию. Говорят, почему у вас нет, Навальный, конструктивной программы? Вот же Минфин во главе с замечательным молодым Максимом Морешкиным предлагает налоговый маневр. НДС делает 22%, социальный налог делает 22%. То есть НДС с 18 до 22 поднять, социальный с 32, с 32 до 22 опустить. Вот же конкретика. А вы подойдите с цифрами и поспорьте, и поспорьте, и расскажите, что НДС должен быть там не 22, а 21,5, а ЕСН не 22, а 23,5. Вот это будет серьезный разговор. А у вас тут все популизм какой-то. Давайте коррупцию победим и заживем хорошо и счастливо. А мы отвечаем. Вот эта вся дискуссия, в которую нам пытаются навязать, является ложной эффективной дискуссией. Потому что это дискуссия о том, как бы еще отжать вот эти 15% бизнеса, которые как-то живут, чтобы прокормить все и все аппетиты. Чтобы вот реально там пятью хлебами 145 миллионов человек прокормить. Потому что уже и так и сяк вот этот там малый и средний бизнес со всех сторон чем-то обложен. Его эффективная налоговая нагрузка в разы выше, чем эффективная налоговая нагрузка Газпрома, Роснефти и Ежесними. Но мы еще давайте посочиняем, где вот тут процентик утянуть и где вот тут процентик добавить.